Спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время своего тура по Европе предлагал оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Чиновник за последние недели посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Он призвал европейские правительства добиться немедленного прекращения огня на территории Украины ценой сохранения за Россией захваченных украинских земель. Также Ли Хуэй настаивал на том, что страны должны действовать быстро, чтобы прекратить войну России против Украины, прежде чем она распространится дальше. Издание сообщает, что европейские чиновники устроили китайскому дипломату холодный прием, а также стремились передать ему несколько ключевых сообщений, в частности о том, что Китай не должен оказывать России военную помощь и ему следует осудить агрессию Москвы. Речь шла и о запрете использования ядерного оружия. В то же время источники издания среди официальных лиц не верят в то, что Китай будет действовать как честный посредник в любых переговорах. Чиновники объяснили Ли Хуэю, что мир возможен только когда российские войска выйдут из Украины. На заявление китайского дипломата уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в Твиттере он написал, что любой компромиссный сценарий, который предусматривает освобождение не всех территорий Украины – это признание поражения демократии и выигрыша России. Как следствие, количество конфликтов в глобальной политике резко возрастет. Все это, по словам Подоляка, голубая мечта России. Поэтому вопрос в том, зачем некоторые публичные личности продолжают играть в российский медийный сценарий и затягивать конфликт. Субтитры создавал DimaTorzok